Сила привычки странная штука. Мы слишком сильно привыкли получать заработную плату, точнее получать получку, ничего не делая. И не привыкли работать на себя. Ну так оно и есть. Что же, мы же хотели всегда быть независимыми с квартирами от государства. Но время-то прошло. Сейчас не 86-й, не 80-й, не 76-й год, когда работники телевидения, например, получали квартиру просто через год работы. Очень скоро вообще бюджетной сферы, по-моему, не останется. То есть мы все сделаем коммерческим и медицинным, и образованием. И тогда до свидания. И что остается? Остается либо работать на дядю, либо работать на себя. К сожалению, в Магнитогорске существует еще и такой принцип. Ждать, когда к вам придут и принесут мамну небесную. И такой бизнес широко присутствует. И это, кстати, и компьютерный, и бизнес по тюнингированию автомобилей. Вот в прошлом работник станции технического обслуживания такой, который привык, чтобы ему на блюдечке с белой каемочкой приносили водку и колбасу, за то, что он поменяет вовремя фильтр на той самой базовской станции, либо выстучит. Сегодня он покупает трехкомнатную квартиру в центре города, завозит туда сабвуферы китайские, технику китайскую. И думаю, что лохи остались и придут и закажут себе на 20, 30, 40, 50, а может быть 100 тысяч рублей оборудование. Открою вам глаза и научу зарабатывать деньги. Езжайте во Владивосток, покупайте DVD-проигрыватель с вот таким экраном, с GPS-навигацией, со всеми пирогами. Сделан, естественно, в Китае, в качественном Китае, за 5-7 тысяч рублей. Покупайте себе замечательный автомобиль. Ну, хотите, допустим, абсолютно новый практически, за 300 тысяч, типа Toyota Vitz. Либо 7-летний, Toyota Crown. Вот, пакуйте, можете себе этот же китайский хороший сабвуфер бросить за 1000 рублей. И все, реальная экономия будет порядка 200-300, а может 500 тысяч рублей. Вот, тот же самый вопрос возникает, когда люди пытаются на брендовости заработать. Мы сегодня вместе с сервисом Phoenix не зарабатываем на брендовости. Мы работаем для того, чтобы вы могли за рубль, ну, тысячу рублей, за две тысячи рублей, если вам надо приехать, не поменять масло, тормозные колодки. Кстати, сегодня и сейчас в сервисе Phoenix можно сделать не только мелкосрочный ремонт, но еще и проверить электрику, пожалуйста, здесь, на советской 70. Не важно, какими словами описан или вылезан тот либо иной сервис. Важно видеть ручки и лица тех, кто работает. Если человек честен лицом, то и совесть у него в порядке, и за дела свои он отвечает. Если честно, то процедура замены масла не требует большого ума. Так же, как и шиномонтаж. Здесь главное руку набить. И набив руку, ничего не повредить. А вот таких людей меньше. Тех, кто сможет закрепить бензонасос, приделать фильтр из дешевых, и свернув приржавевшую гайку, придумать выстрелить, закрепить и приладить узел. Специалисты пункта по экспресс-замене масел «Феникс», расположенном на базе бывшего горгаза по советской 70, из таковых, придут на помощь и осуществят мелкосрочный ремонт. Да и пара дельных советов для желающих меньше тратить. Исследования показали, что откровенной левоты, в смысле масел, то и не осталось. На практике нет абсолютно никакой разницы в вязкости синтетики, полусинтетики и минералки в холодных условиях. Главное, чтобы вязкостные числа были одинаковые. То есть 0 и 5 для зимы, и это первые числа, и чем больше, тем лучше вторые. Это для двигателей и работяг, низкооборотистых, с большим моторесурсом и объемом. А чем они отличаются? Дорогие от дешевых. Ну, обычными присадками, которые в принципе-то и не необходимы. Опыт эксплуатации самого большого автопарка в мире, как-то американского и японского, показал, что дешевая минералка позволяет эксплуатировать авто с не меньшим успехом, чем дорогая синтетика. Ну, а разум говорит, что происхождение всех масел одинаково. Это перегонка нефти. Это мы о чем? О том, что всегда и все жидкости можно заменить на более дешевые. Ведь вред двигателю и трансмиссии наносит обыкновенная человеческая халатность и кофигизм. Но тут, как говорится, мозги не поменяешь. Хотя, разумно их используя, можно получить лучший результат. Естественно, лучшие мозги придумали и установки по замене масел в автомате гидроусилителей руля и в тормозной системе. И это, естественно, есть здесь, в пункте по экспресс-замене рабочей жидкости и мелкосрочному ремонту «Феникс». Чисто российское «Готовь, Саня, лету», а «Телегу зимой» сталкивается с следующим. Вместе с заменой масла, зимой же опять же, нам охота поменять и тормозную жидкость, и отрывку, и гидроусилители руля. А, и вот, и вот времени уже нет. Когда лучше всего сделать все эти процедуры профилактические? Ну, лучше всего это сделать летом, когда меньше всего загруженность, меньше всего народ. Приехали сразу, все сделали и уехали. Не надо стоять в очереди подолгу. Тем более, знаешь, что эти жидкости служат не как масло, они служат и 30, и 50 тысяч километров в пробегах. Да, совершенно верно. А сколько стоит тут, допустим, ну есть у меня рубль сегодня, лишний там, допустим, да, заначка от жены осталась, а машину я люблю. Что я могу вот на тысячу рублей поменять? На тысячу рублей можно поменять полностью тормозную жидкость, промыть форсунки, поменять масло. Поменять, ну, можно поменять, антифриз-то не получится, а то сол-то, оно можно поменять. Ну, раз мы говорим о бюджетной сфере и о том времени, когда не у всех есть деньги, но знаем, что основные производители масел, в том числе и американских масел, они же предлагают и бюджетные линейки товаров. То есть, ну, нет, наверное, смысла залить дорогущую синтетику? Да, конечно. Например, Петроканада, она предлагает и зимнее, и летнее масло, и, в принципе, по бюджетной сфере, по очень низкой цене, которая не ударит по карману в среднем, вот так скажем, класс. При этом я точно знаю, что Петроканада, так же, как, допустим, и НС, и Кастрол в России вообще не выпускается. Да. То есть, чисто импортное масло? Чисто импортное масло, да. А вот GT Oil и вот такие вещи, которые, допустим, если человек захотел сэкономить, ну, или приятель у него есть, делал ему скидку на центральной городской ярмарке, давал ему замечательную канистру лукоиловской синтетики, там, полусинтетики, а у него руки, ну, настроены, допустим, ну, с компьютером заниматься, но никак не с машиной возиться, вы ему поможете? Да, конечно, без проблем. Приедет, мы ему поможем, поменяем масло. А если он даже не знает, какой-то фильтр у него стоит, есть такие фильтры в наличии? Есть, есть все фильтры в наличии. Чего нету, то привезем, закажем, потому что нет никаких проблем, особенно по фильтрам. А по советским машинам, так они все в наличии есть. Ну, давайте вспомним наше время золотое, да, когда и подъемников-то не было, в общем-то, ну, ладно, подъемники, это не самое главное, главная яма. Но некоторые процедуры в одному сделать просто было невозможно. Как-то поменять тормозную жидкость. То есть, качай, качай, держи, держи, сейчас. Сейчас, пожалуйста, подцепляем аппарат, нагнетаем воздух и все, можно все это поменять без усилия ног, рук, прокачки. Вам надо будет просто постоять около автомобиля и все. И, конечно, я буду повторять. 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 И, конечно, я буду повторять.